Всем привет! Сегодня мы хотели бы поговорить про такую категорию книг, как иллюстрированные словари. Мы расскажем, как подобрать правильный словарь в соответствии с возрастом ребенка, чем же они полезны и как с ними правильно работать. Как же выбрать словарик для определенного возраста ребенка? Конечно, рекомендации будут общими, всегда нужно смотреть на уровень, что является самым главным правилом. Не нужно давать маленькому ребенку сразу словарь с кучей слов, нужно начинать с чего-то совсем простого. Как пример, малышковый словарь для тех, кто только познает азы и учит базу, разделение по категориям, большие, яркие и понятные иллюстрации и, конечно, подписи. Также в малышковых словарях очень часто бывает разный интерактив, какие-то задания, вопросы. В этом словаре, например, есть также окошки, которые можно открывать, и малыш будет под них заплятывать. Все разделено по категориям, и, конечно, здесь, например, есть главный герой, за которым малыш будет следить и больше вовлекаться во всю эту историю. Также можно рассмотреть словарь такого плана. Здесь также есть разделение по категориям, но, как вы можете видеть, уже гораздо больше слов, больше мелких деталей, есть большие картинки. Если есть дети, которые очень любят всякие задания на внимательность, все эти предметы, которые здесь перечислены, нужно искать на картинках. Такой словарь подойдет уже детям не малышкового возраста, а чуть постарше, но для дошкольников. Картинки в словарях всегда должны быть яркими и понятными. Отдавайте предпочтение таким книгам, в которых есть разные иллюстрации, фотографии, диаграммы и прочее-прочее. Вот этот словарь, например, подойдет для дошкольников и тех, кто уже учится читать, потому что здесь есть не только обозначение слов, но также есть короткие истории. Это является очень большим плюсом. Вот, например, да, здесь история, и ребенок, если он учится читать, либо вы можете читать ему эту историю, он будет видеть, как слова используются в контексте, как они могут звучать в предложении. Да, вот этот вот уже для постарше, то есть видите, здесь уже меньше детали, больше слов. И очень важный момент, когда вы выбираете словарь, посмотрите, вначале есть зачастую вводная часть. Вот, например, здесь, да, это всегда очень полезная информация для родителей и для учителей, которая сможет вам понять, что интересного и полезного есть в той или иной книге, и подойдет ли этот словарь для вашего возраста. Вот, например, тоже есть вводная часть, parents' guide, также здесь есть список слов, которые используются чаще всего в книгах. То есть это базовые слова, и их обязательно должен знать ребенок, который начинает читать, потому что вот именно эти слова наиболее часто встречаются в литературе. Итак, чем же иллюстрированные словари полезны для детей? На самом деле, такие книги являются довольно-таки мощным инструментом для обучения детей английскому языку, потому что они объединяют визуальную и текстовую часть и позволяют ребенку понять значение слова без его перевода, а также увидеть, как оно используется в контексте. Также такие словари способствуют самообучению. То есть школьники, например, которые уже умеют читать, они могут самостоятельно залезть в словарик и без перевода понять значение того или иного слова, как оно используется во множественном числе. Вот, например, этот словарь подойдет для тех, кто уже самостоятельно читает. Для старших классов здесь много слов, разбивка по алфавиту. То есть таким словарем вполне может ребенок пользоваться уже самостоятельно. И еще одна немаловажная вещь – это зрительная память. У большинства людей именно зрительная память является основным каналом восприятия информации. Именно вот для таких людей созданы визуальные словари. То есть давайте приведем пример. Если ребенок хочет узнать значение какого-то слова на английском, он спрашивает у вас, что это означает, и вы ему просто объясняете. Либо он лезет в словарь, видит какую-то картинку и видит пример. Согласитесь, это сработает лучше. И, конечно же, такие словарики являются очень привлекательными визуально, что побуждает детей больше к ним обращаться. Ну и, конечно же, это расширение словарного запаса. И ребенок прокачивает в том числе еще и правильное произношение слова. Как же использовать и как работать с визуальными словариками? Начните с уже знакомых слов ребенку. Покажите значения, составьте какие-то самые простые предложения. Если вы показываете там еду или фрукты, вы можете спросить у него, какой у него любимый фрукт, какая любимая еда, что он любит из транспорта. Тоже показывайте, как это слово работает в контексте. Возьмите за правило изучать в день одно, два, три слова. Поиграйте в игру слово дня. Допустим, вы выбираете слово, показываете его на картинке. В этой книге, например, можно составить предложение, обсудить, как тот или иной предмет используется на этой картинке. Со словом дня можно составлять самостоятельно какие-то короткие предложения. Если ребенок уже хорошо знает английский, вы можете сочинять короткие истории, выбирать несколько слов и из них сочинить какую-то историю. Пусть она будет невероятная, сумасшедшая, неправдоподобная, как, например, в книгах доктора Сьюза. Но, тем не менее, ребенок, скорее всего, запомнит это слово. Визуально вы его обсудите и таким образом закрепите. Очень классный способ проверить, запомнил ли ребенок то или иное слово, это поиграть в слова. Вы открываете словарик, называете любое слово, и ребенок должен показать его на картинке. Таким образом вы поймете, понимает ли он, о чем речь или нет. Конечно же, можно подключить всеми любимую игру на память, когда вы открываете страницу, ребенок ее изучает, смотрит, что там есть. После этого вы либо закрываете рукой, либо там листочком это слово, и ребенок должен отгадать, что там было изображено. Подытожу, иллюстрированные словари являются достаточно сильным инструментом изучения языка, как я уже говорила, и это действительно так. Главное, правильно подобрать словарик под возраст ребенка, чтобы ему было интересно, чтобы там было много интерактива, потому что дети любят изучать через игру. Обращайте внимание все время на вводное слово, на parents' guide, это всегда поможет вам в выборе. Поэтому учите английский, читайте классные книжки, полезные, и берите из них по максимуму.